На прошедшей неделе в Первомайском сквере прошел пикет тех, кто протестует против планов компании СИП Академстрой возвести 17-этажный дом на улице Сиреневая в Академгородке. Всякий раз, когда в Новосибирске возникает очередная дискуссия вокруг новой застройки, мы скрупулезно выслушиваем аргументы сторон. Таким анализом мы займемся и на этот раз. Формат цветных революций у обывателя ассоциируется, как правило, с громкими политическими скандалами, которые приводят к смене власти и даже переделу государственных границ. Но мало кто знает, что как минимум одна цветная революция прошла и в Новосибирске – Сиреневая. Это лирическое название протестному катаклизму в 2011 году дала одноименная улица Академгородка. Именно тогда СИП Академстрой приступил к реализации своего проекта на Сиреневой 31. Вот сейчас очень хорошо видно. Сейчас время, когда солнце заглядывает в наш двор. Если будет здесь 16 этажей, то в окна квартир солнце не попадет уже никогда. В ходе решения тех проблем, которые появились при строительстве Сиреневой 31, мы совместно с муниципалитетом, с инициативными группами пришли к единому соглашению. Зоной компромисса четыре года назад стал вот этот протокол, подписанный не только представителями застройщика и властей, но и местных ТОСов и инициативных групп жителей. ТОС был переговорной площадкой, то есть он пытался объединить интересы жителей с интересами администрации застройщика. Также я принимал участие в подписании того самого соглашения о распределении участков, которые по итогу сейчас попадают под застройку. Чтобы понять, чем именно в 2011-м поступился застройщик, достаточно вспомнить, что в 2007-м он претендовал на шесть земельных участков. Порядка трех участков у нас осталось. Это Сиренева 31, жилой комплекс Миргород и участок Сиренева 39. От остальных участков мы отказались для того, чтобы организовать на этих земельных участках территорию общего пользования. Тем не менее, когда летом 2015-го на Сиреневой огородили землю под строительство 17-этажки, на горизонте замаячила реинкарнация Сиреневой революции. Основной протестный аргумент – это вырубка леса. Если вы, возможно, припоминаете, как строился ваш дом 20 лет назад под строительство вашего дома. Вырубали деревья? Нет, это строили наши мужья, это МЖК. Поэтому это мы строили, наши мужья. Там была пустошь и были кустарники. Вот кустарники, они выкорчевывали. И была необходимость вырубать несколько деревьев, чтобы дом вошел. Скажем, если раньше земледелие крестьянское было таким образом, что выжигали лес, и он удобрял почву там, сажали через некоторое время. И все здесь тоже пообразовали? Да, вот именно. Но это же не значит, что все именно так сейчас освобождают землю. Вопрос еще не совсем даже в лесе, а вы почитайте лозунги. Точечная застройка – огромная проблема у нас на шлюзе. Но если вопрос не в лесе или не всегда в лесе, что именно инкриминируется застройщику? За последнее время, за последние несколько лет, было построено довольно много жилых домов, но не построено ни садиков, ни школ, и рабочих мест тоже. То есть только пару магазинов построено и большое количество жилых домов. А вы эти сейчас претензии относительно не развитой социальной инфраструктуры адресуете застройщику или городским властям? Ну, относительно не развитой социальной структуры, наверное, городским властям. Вырубка зеленых зон, увеличение антропогенной нагрузки на территорию, дефицитная социальная инфраструктура – это проблемы, которые ассоциируются с любой точечной застройкой. Впрочем, за эмоциональным накалом любого конфликта стоят еще формальные правовые нормы. Пройдет ли эту проверку на документальную безупречность СИП «Академстрой»? Аренда этого участка закончилась в сентябре 2014 года. На самом деле договор аренды земельного участка был продлен еще в октябре прошлого года. По кадастровой карте этот участок предназначен для благоустройства, строительства малых архитектурных форм, фонтанов и зеленых насаждений. Если внимательно изучить публичную кадастровую карту, нетрудно обнаружить, что земельный участок под номером 1823 предназначен для многоэтажной застройки. Последним аргументом становится возведенный по периметру участка забор. Еще у нас есть вопросы по проведению работ, которые проводит СИП «Академстрой» на этом участке. Работы вы имеете в виду? Установка забора. Ключевой в этом случае будет одна из статей градостроительного кодекса. Выдача разрешения не требуется на вспомогательные объекты, на участки строительства, поэтому мы его установили законно. Установили мы его для того, чтобы в процессе вырубки, к которому мы готовимся, люди не пострадали, не лезли под технику. Но почему в новой сиреневой революции на щит поднимаются аргументы, которые не всегда отражают реальную картину мира? Я не знаю, зачем им скандалить. Может быть, любители скандалов, может еще что-то. Я не вижу никаких оснований мешать этой стройке. Контролировать совершенно необходимо, потому что очевидно, что у строителей есть соблазн построить до небес, сократить до минимума придомовые территории. Такой соблазн всегда есть. Без сомнения, предстоящая стройка на сиреневой теперь будет предметом пристального общественного контроля. В этой ситуации СИП «Академстрой» не имеет права на ошибку. Но истинная природа подобных потрясений в том, что Новосибирск длительное время испытывал острый дефицит внятных градостроительных решений. Именно поэтому в обществе созрел запрос на цивилизованный управленческий концепт. Новосибирск